Продолжение следует... Не очень он выглядит. Условно. Гоша. Гоша у нас страдает. Зачем нужен ему свет? Какой ему нужен свет? И в зимнее время почему появляются вот эти вот фиолетовые подсветки? Что это вообще такое? Ну, начнем тогда с фиолетовых подсветок, раз уже о них заговорили. Да, последние лет пять, наверное, очень популярно стали. Идешь так вечером, действительно, горят окошки. И у меня всегда такой был вопрос. Ну, то есть сначала интересно, что это. Начала тоже читать. И у меня тоже такая лампа была и есть, но я ей не пользуюсь. Подсвечивают, видимо, для того, чтобы зимой начинают сажать рассаду. Хочется, может быть, лучок там, петрушечки. То есть даже вы до конца не знаете, зачем это людям нужно? Нет, я понимаю, для чего. Но в смысле не понимаю, зачем. Потому что увеличение вот этого светового дня, оно не нужно. То есть, грубо говоря, летом, когда помидоры, перцы пересаживаются в огород, ну, они же тоже 24 часа под светом не стоят. Все равно у них есть ночь, они спят, и им нужен отдых. А еще, не знаю, почему подключают эти лампы, потому что как люди спят. То есть днем свет в окошке для растений, а ночью еще эти лампочки. То есть, получается, я не знаю, как шторами, видимо, закрывают. То есть человеку тяжело самому спать. Это световое, шумовое. Люди тоже растут вместе с растениями в это время, наверное, в осенье. Сон, я думаю, беспокойный даже будет в этом случае. То есть мы уже выяснили, что это освещение не обязательно. Так все-таки какие-то специализированные лампы нужно и можно использовать. И для чего, да. Или просто любые лампочки подойдут. Я бы уточнила именно про фиолетовый, розовый, точнее, спектр. Скажем, освещение, если до свет нужен, желает человек, он может его сделать. Но именно качество света, да, то есть вот этот спектр и прочее, нужно, опять же, понимать, для какого растения, для какой рассады мы его подключаем. То есть у всех растений разная там структура, разная там продолжительность светового дня должна быть. Получается, либо бахают вообще для всех, ставят и, то есть в надежде, что это как-то поможет. Ну и половина отсеивается. В промышленных масштабах это имеет смысл. Дома, то есть если действительно нужна подсветка, вот мы, допустим, занимаемся производством гроу-боксов, в которых можно эту рассаду поставить. То есть нам на разные этажи, ближе к свету, подальше к свету. Еще продаются специальные переходнички в розетку, на которой по таймеру ставятся, выставляется, допустим, 7 часов ему нужно. И все, то есть он получается своего вот этого фиолетового, если так уж хочется, света или там белого, любого спектра, который нужно, в течение 7 часов. То есть оно днем, вот этот свет, ну, получается, не пересекается как бы. То есть растения только сколько нужно получается. Вот сейчас я знаю, что у мамы часы у моей. Сейчас начнется февраль, начнется время, когда нужно высаживать рассаду. Вот на подоконнике все там расставляют свои эти баночки, стекляночки. Вот для рассады нужно это освещение? Можно, можно подсветить. Ну, опять же, тоже нужно понимать, что весь день 24 часа гореть, это над рассадой лампы не должна, потому что вы ее пересадите летом, то есть будет больше световой день, но то есть она, рассада, это будет привыкать к тому, что, ну, это опять же для рассады, которая будет пересаживаться. Что она тоже будет спать, ей нужно отдыхать. То есть в квартире она будет получать 24 часа свет, пересадим, а там, ну, не знаю, сколько там лет, там у нас 12 часов, допустим, да, там 16 часов светло. А если вы дома просто выращиваете, вот прям постоянно, то тогда, да, можно подсвечивать. То есть потому что вы там зимой там лучок, базилик, что-то такое, то есть действительно свет нужен будет. И тогда, то есть для постоянного, которое дома растет, зелени, допустим, это можно там для лука, еще для чего-то. А можно дома помидорки вырастить? Вот у меня нет дачи там, ну, у мамы там, не считая там... Черри обычные. Да, вот реально. Да, бабушки выращивала, да. Да, бабушки, огурцы на балконах выращивают перчики. Причем, ну, на балконе там, видимо, еще парниковый эффект, то есть тепло, да, создается там, если стеклянно кого-то, балкончики, но опять же, чтобы не обожглось, да, от света. Ну, да, выращивают люди, то есть тут скорее еще нужно запариться, какие семена найти качественные, то есть вот тоже вопрос, да, то есть люди там пошли в какой-нибудь магазин, взяли и думают, вот что-то не растет, моя рассада, подсвечу-ка я ее. Ну, просто, может быть, семена не очень качественные, то есть у производителей хороших брать рассаду семена. У нас Миша знатный растеневод, самый знатный. Миша, что скажешь? Нет, ну вот слушайте, а если я хочу зимой похрустеть кинзой, которую я вот сам вырастил, мы вот говорим тут все про фиолетовый свет. А вот обычную лампочку просто мощную можно повесить? Вот у нас студийные прожекторы, можно такие? Розовые лампы, они светодиодные, она не так нагревает, то есть она практически нагревая, ну, никакого не несет за собой. То есть, да, можно обычной лампочкой посветить, то есть, скажем, солнечный свет в окне, он еще и теплый, плюс ко всему, вот, ну, для зимы, для того, чтобы для кинзы, по крайней мере, точно этого света хватит. То есть, розовое, не розовое, можно не замачивать. Без разницы, спектры разные, я говорю, это в промышленных масштабах, для каких-то очень, там, уникальных, там, тропических, очень сложных рассад. Если мы, допустим, яблоки или груши, да? Ну, допустим, да, то есть я, как бы, в агроном, в вот этой агросфере, допустим, не подскажу, вот, но для комнатных растений, да, то есть это можно включать, но, говорю, не на круглые сутки ни в коем случае. Сколько часов достаточно, чтобы растение попиталось вот этим светом и не умерло при этом? Ну, нужно понимать, что, опять же, если мы всегда включаем его, да, то есть не так, что, ой, в этом году классно, я там загорелся розовую лампу купила, а в следующем году я про нее забыла, и все. То есть растение же привыкнет к этому количеству света, то есть вы можете его ставить там сколько угодно, потому что кто-то вообще в ванной держит растение. У него дома в ванной растение привыкает, что света вот столько, допустим, в ванной, да. Ну, это хочется в ванной, но там окон нет, там нет окон, да, но можно поставить, допустим, взрослое растение, которое уже достаточно, допустим, такого размера, да, то есть если мы маленькое принесем, поставим, оно такого маленького размера и останется. Растение, которое имеет окрас какой-то ярко выраженный, он не будет такой ярко выраженный окрас, там у драцен, у там кротончиков, допустим, он просто, ну, зеленый листик останется. То есть можно поставить, и света практически не будет. То есть вы там в душ пошли, посещаете ванную комнату, свет все равно так или иначе чуть-чуть есть, дверь открыта, там что-то, полутень какая-то попадает. Ну, оно просто будет замедленно в росте. Интересное такое дизайнерское решение. Спасибо, что пришли и рассказали нам об этом фиолетовом свете чуде. Но напомню, в гостях была Алена Гулакова, Grow Master. А прямо сейчас рубрика «Самообразование» от Алексея Кривогорниц. На что он там придумал в этот раз?